Когда все серое и хуевое, то это как бы очень грустно. Ну что, давайте посмотрим, что получилось. Абсолютно темная, страшная парада. У меня там большая любовь к этому месту. Будет, как ты любишь говорить, как скорлупа яйца. Я тебе расскажу, как из говна и палок сделать двор классный. На всякий случай, это шутка. То, что было сложно рассказать, лучше показать. Все ок, то есть можно не беспокоиться. Друзья, всем привет, мы на канале «Недвижимость без цензуры». С вами я, Пестренко Константин. Основатель компании «За Капитал». И сегодня в гостях у меня второй раз подряд Михаил. И мы продолжаем выпуск о том, что же все-таки лучше. Аренда, либо покупка квартиры. Кстати, кто не знает только Михаил, это основатель и соучредитель компании «Ойлер». Welcome к ним на сервис. Также у него есть канал «Джаст Банкет», поэтому переходите по ссылочке. И девушка Алиса еще у меня есть. И тут внезапно нам ворвалась девушка Алиса. А теперь продолжим. Вот новый двор Михаила, старый двор Михаила вы видели в прошлой серии. Это новый двор Михаила, расскажи, тоже будем менять здесь. Когда мы сюда заехали, ну, кстати, тут уже чуть лучше. Морально устарело. Чуть лучше, чем было. Чуть лучше, да? Да, потому что, да, здесь появилась вот эта вот линия из кустиков будущих, пока что это просто палки, и зеленых деревьев. Почему зеленых? Потому что зимой они зеленые, и это радует глаз, потому что когда все серое и хуевое, то это как бы очень грустно. Вот, плюс мы их посадили вот на таком специальном расстоянии от этой бровки для того, чтобы расширить паркинг, и больше могло поместиться автомобилей. Это будет плитка выстилаться? Нет, асфальт. Асфальт. Да, там будет шлагбаум для того, чтобы все могли заезжать и выезжать, а те, кто мы... А те, кто не платят, не заезжают. Да, да, да. И впервые за долгую жизнь в аренде я знаю своих соседей, я с ними здороваюсь, разговариваю. Потому что в липках все-таки как ни крути, основной сегмент, как я увидел, это все-таки арендованные были квартиры, которые достаточно текучка высокая. 30% квартир примерно в аренде, а не в аренде, примерно 30%. То есть, вот если в том году это было 850 квартир на 2000, где-то с половиной тысячи квартир, то сейчас их примерно 1200 на почти 3000. Ну, вот за три года проживания там мы познакомились, ну, и вот ребята, с которыми мы прям постоянно общаемся, по большому счету это ты и подружка еще одна, да. И то, познакомились вы не в липках, а познакомились вы на курсах дизайнера, да. А, я понял. Продолжим? Занимаемся градоустройством. Значит, первое, великолепная дверь, которая будоражит всех соседей, особенно на первом этаже. Ее незатейливый код, его легко подобрать, нажать вот так вот плечиком, и она открывается. Что мы видим здесь? Абсолютно темная страшная парада, поэтому дверь поменяем со стеклышком, поставим, чтобы она все-таки озаряла и делала тут все визуально приятным. Сделаем, конечно же, ремонт, все эти вот эти жуткие цвета прекрасные, которые отсылают к моему детству, мы поменяем на классный какой-нибудь... Это будем трендовать сейчас цвет, нет? Может быть, да. Дальше что мы видим? Великолепное то, чего мы никогда не увидим в липках. Никогда-никогда. Вот это, может быть, когда-нибудь увидим, но вот этого не увидим. Это отхваченная парадная. То есть тут по подъезду вообще сквозной, но какой-то предприимчивый человек решил себе сделать випуху отдельный вход с той стороны дома. Но с этим мы тоже разберемся. Ну, про счет по парадному я уже говорил, да, то есть его обдерут, сделать все красивенько, будет, как ты любишь говорить, как скорлупа яйца. Сколько стоил ремонт в месяцах аренды? Так, в месяцах аренды... Вот это два еще? Да, да, где-то так. И примерно еще два года, то есть порядка чуть больше 20 месяцев, да, там стоил ремонт в этой квартире. Да. Сколько метров? 91. 91 метр с возможностью расширения до? До 182. Крутяк. Ну что, давайте посмотрим, что получилось. Погнали. Итак, у нас новая рубрика «Пока все дома». Пока все дома, мы вас ждем. И я, и его главный вид. Давай еще белые ручки лучше снимем. Я тебе расскажу, как из говна и палок сделать двор классный. Ваше первое ощущение после. Вот вы на липках ночевали, и тут вы просыпаетесь, на следующий день вы уже ночевали здесь. Что поменялось? Я помню, я привыкала к нашему кондиционированию. Я услышала. Я прям помню эту ночь, но я не знаю, я не могу описать. Но у меня там были смешанные чувства, потому что я очень долго мечтала о своем жилье, о том, чтобы оно выглядело так, как это хочется. Я в своем дизайне. Это много через запятую, о чем я желала. Но тем не менее, я очень привязана была к локации на липках, потому что у меня там большая любовь к этому месту. Мне очень удобно была организация. Вот, например, я выхожу из дома через дорогу в садик, завела ребенка, через дорогу пошла в зал. Через дорогу вышла, пошла в маникюр. И у меня вот замкнутый цикл. Кто-то приезжает, все ехали ко мне. Есть ли жизнь после липок называется? Вот. Ну, а потом я поняла и получила большое удовольствие. Например, пошла уже вот зима, это снежная. С ребенком мы выходим. И говорю, поехали сегодня в садик на санках. Он в восторге, я в восторге. То есть начали появляться какие-то вот эти вот моменты, которые там бы я не догадалась, что я теоретически могу такое даже предложить или придумать. Начали в доме санки появляться в разном виде, в разном количестве. И вот тогда я начала замечать, что какие-то вещи, они намного клевее и душевнее, чем там. Потому что там у меня нет какого-то расстояния. Ты знаешь, я проснулся, и я ходил вокруг и смотрел, и понимал, сколько еще надо сделать. Ну, вот такой вот я чувак, типа, я вижу, что надо сделать, и я все в голове, там, тык-тык-тык, типа, собираю, собираю, собираю. И я не удовлетворен. Ну, потому что, типа, нет штурм, да, там, нет еще чего-то. То есть, ну, я на многие вещи смотрю вот так, может быть, это моя какая-то история, я не очень умею радоваться тому, что есть, я больше переживаю о том, чего нет. Вот, ну, это помогает расти бизнесу, у этого есть очень прекрасная черта, вот, но надо не увлекаться, чтобы все-таки иногда... Успевать жить. Да, да, да. Это тоже проблема. Я, кстати, думаю, у многих бизнесменов, тех, кто особенно развивается, масштабируется, не успеваем жить, поэтому обращайте на это внимание. Вот. И я вот подвожу к тем чувствам, которые я испытываю здесь, у меня ощущение, что время, оно чуть-чуть растянулось. То есть, вот, у меня появились какие-то фазы, вот даже мне надо кофе, да, вот мне его раньше приносили в дверь. То есть, здесь оно вот как-то более возвращает какую-то осознанность, да, и я больше внутрь себя смотрю. Да, мне сейчас, может быть, не очень нравится то, что я там увидел, но я это увидел. А что это твоя реальность? Я вышел из вот этой... Там твоя реальность или эта реальность? Больше здесь. Больше здесь. Или все-таки там? В моем мире больше здесь. Сейчас. Ну, потому что, как минимум, это честно. Ну что, расскажи, что было, что стало. То, что было, сложно рассказать, лучше показать. Показать? Ставим эти фотокарточки. Вот, единственное, можем рассказать на словах смешную историю, как здесь было поделено пространство. Вот это помещение, это была спальня, а то была кухня со входом с коридор. И тут так незамысловато ребятки придумали построить стенку. Да, которая разделила окно на две части. Да, была тут очень красивая маленькая кострацкая окошка. Вот, ну, естественно, мы эту всю стенку вынесли и вот сделали большое пространство. Окно вы, кстати, меняли, по мне интересную историю про окна. Да, они были перевернуты. То есть вот эта вот горизонтальная часть, она была снизу, а вертикально сверху. Когда панорама. Нет, когда их еще меняли, еще была история, как их меняли. Как их меняли? Нет, когда собственники узнали, что большие, что вы будете менять. Они спросили, удивились вам, что, говорит, окна не нужны, вы что, собираетесь окна менять? Я говорю, ну, понятное дело, будем менять. Говорит, ой, можно мы их себе заберем? Забирайте. Видишь, какие берегливые. И тогда стало понятно, что, пользуясь тем, что они готовы забрать очень много чего, можно сэкономить на демонтаже и на вывозе мусора. Кстати, если о телевизорах говорить, я смотрю, ты придумал, кроме хорошего размера, это 70-ка? Это 65-ка. 65-ка? Да. Ты решил, что этого мало и... Я люблю кино, я киноман, и моя вечная боль в арендованных квартирах была абсолютно понятная. Я всегда хотел проектор, и единственное место, когда я жил сам и вел счастливую холостяцкую жизнь, я снимал двухэтажную 200-метровую квартиру, у меня там был, блядь, проектор. И вот с тех пор я одержим прямо. И ни одна арендованная квартира не позволяла мне это сделать, а собственное жилье. И вот этот вот закуток тут, это психологически была одна из самых тяжелых историй для меня. И кнопочку мы нажимаем, и у нас вот тут нарисовывается 100 дюймов экран. И мы можем смотреть кино и быть счастливы в этом. Пока что днем мы не можем организовать себе... Просмотр? Да, потому что едут к нам прекрасные римские шторы с блэкаутом, и они будут уже на следующей неделе. На следующей неделе. Да, также мы там будем штулья перешивать, наводить красоту дизайнерскую. Вот поэтому, ребята, не судите строго, мы еще все еще... Кстати, а еще чья вот эта вот, чья идея? Это идея, мне кажется, очень совместная, потому что я ездила в магазин, и я нашла там такого только маленького. И я полезла на сайт, давай искать, где, ну, какие они еще бывают цветов, вот, чтобы писать. И смотрю, что они бывают огромные, вот такие 2,60 у него, или 65 высота. Кстати, а высота потолка сколько осталось? 3,30. Осталось? Да. Класс. Вот, и мы как раз поехали в тот же магазин с Мишей в торговый центр, спускаемся, я ему показала этого маленького, и пошли на выход другой дорогой. И он говорит, смотри, вон стоят эти огромные. То есть это больше не гостиная, это больше твоя зона, я правильно понимаю сейчас? Ну, это зона вообще... А-ля кабинет, тусовка, движ. Ну, это общее пространство. Да, и мы планировали тут специально, вот, чтобы движ, чтобы помещалось много людей. Может, видите, такую планировку, знаешь, есть такая упрощенная планировка, жиральная, спальня, с***ня. Да, но в нашем случае тут еще будет лестница наверх, и там у нас будет тусовочка, да. Тут наша главная достопримечательность, это картина. Это так, когда люди заходят в гости, они, чтобы их сразу предупредить, что они здесь могут увидеть. Да, да. На всякий случай, это шутка, вот, потому что учитывая всякие вот эти 2014 год, когда находили разные фрески, картины, то есть мы так шутим, это у нас юмор. Мы сделали закладку на будущее по собачке, мы пообещали уже малому, вот, и вот, да. То есть, как ты понимаешь, на арендованных квартирах затруднительно было бы повесить свое, собственно, искусство, если его можно... Там дизайнер уже все сделал, а тут вот можно творить, да, свое. Своя квартира, кстати, это как такое полотно, на котором ты можешь вытворять все, что хочешь, и никто тебе за это ничего не сделает. Захар, ты что делаешь? Нам, пи***, сейчас придет мама, сына. Не наругая, да. Вот, сделали такую арку веселенькую. Да, здесь у нас еще планируется, вроде бы как, мы придумали добавлять разное искусство тоже в этих рамах золотых. Ты будешь писать картины? Ну, Миша любит писать, он сейчас покажет какую картину красивую в спальне нарисовал. Написал. Написал. А что я сказал? На секундочку. Написал. Вот, вот этими руками я ее написал. Вы, наверное, хотите спросить, как долго? Нет, я хотел спросить, чем? И зачем? Нет, зачем я понимаю, это же спальня, поэтому вопрос только чем. Балконы, я так понимаю, вы не трогали. Не трогали, потому что мы хотим... Но мы будем их разбирать, да? Мы будем их разбирать, да. Да, ставить их кованые, то есть открытые. Вечерний свет правильный, мы его, правда, не можем сейчас продемонстрировать, потому что светло. Вот, но они такие еле-еле светятся, и не дают такой прям, ну, такой светильничек, да. Вот, и когда они зажигаются, здесь вот правильная вечерняя обстановка. А вот тут, мне кажется, вот эта достойная история. Про то, как мы сделали нишу, а потом пошли выбрать. Потом я на глаз телек купил. Обратите внимание. Кстати, видишь, я, значит, чувство и здесь не подвело. На ощущениях. Сантиметр зазора. Вот это я понимаю уровень. Ручечки ценили? У нас, да, гигантский шкаф. Это вы открутили от люстры? Нет, это все подбирали в комплект. Шкаф, в который влезло все. Вот это идеально. Смотри, чистота, а там сколько всего? У меня там вся система хранения, получается, меняется всесезонный шмот. Вот, наверх-вниз все поменяло, но всегда здесь, не надо ходить искать. Мой шкаф здесь или там? Мой там, конечно же. Потому что я что еще тут засплю? А ты показала сюда. Я вообще столько глупостей уже сказала. Вот это понимает детская комната, а не вот это вот все, вот это ваше вот эти вот. То есть высокие потолки позволили нам сделать вот такую вот историю. Теперь у нас тут двухэтажный мир. Тут теперь можно, как говорится, не одного, да, можно сюда засылать? Ну, на самом деле у нас такая была цель сделать максимально такую комнату, чтобы ребенок настолько был в шоке от нее и полюбил, чтобы когда, например, к нам приходят люди, друзья с детьми, вот, чтобы у детей не было никакого шанса прибегать к родителям и мешать разговорам и проведению там совести. Да, я бы не смогу вам посоветовать еще бронесчита одеть на телевизор и, в принципе, все ок. То есть можно не беспокоиться. О, кстати, обезьянки. А это те же обезьянки? Ну, это из той же серии, но они другие. Потому что те висящие, а эти из стены торчащие. Ванна с окном. Ванная с окном. Картина. Ее писал уже не я. Вот люстра, прошу притягивания, мы мечтали, да, чтобы вот все было вот как-то странно, да. Тут мы не додевали зеркало, оно будет висеть и будет отдельное зеркало с лампочкой, да. Ну и душевая кабина, собственно говоря. Такие чисто базовые вещи. А это кладовка? Ой, это даже не кладовка, это прачечная. Но, хозблок, тут намечается еще тоже организация пространства. Да, это вот везде коробки, это мишины лампочки. Кстати, если кому-то нужны лампочки, пишите в комментариях. Здесь еще будет шкаф, зашит бойлер, дверца, все, здесь столешница. Это фильтр такой, да? Откидываться будет, да, для глажки. Вот, здесь там пылесос. Друзья, ваша любимая рубрика «Конкурс» от Михаила, от его профильной деятельности, от Ойлера. У нас самый лучший автосервис в мире. Хочу подарить вам ТО, если вы из Киева, если вы из Украины, то мы вам это отправим. Лучший комментарий, который мы выберем с Михаилом, получит бесплатное ТО. А ты что подарил? Сертификат на двоих в итальянский ресторан, поэтому лучший комментарий мы выбираем. Два лучших с Михаилом и дарим вам. Друзья, если вам был интересен этот выпуск, если он вам понравился, вы получили какие-то эмоции, знания, новые какие-то интересные вещи услышали от нашего диалога, и вы сами принимаете решение, как вам жить в аренде или в продаже, я предлагаю вам поставить лайки. И предлагаю подписаться на канал мой и на канал Михаила. А я вам знаете еще что предлагаю? Я вам предлагаю написать, хотите ли вы увидеть конечный вариант. Возможно, мы сделаем какой-то отдельный спешл по реконструкции и квартиры, и двора, и покажем, насколько это возможно, и, может быть, с вашей помощью сможем это масштабировать. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Все ссылки в описании. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok